Привет всем, снова с вами Сахалинец Сегодня 27 мая, конец весны И я довольнющий еду с рыбалки Дело в том, что сегодня я ловил с лодки щуку мультипликаторной снастью Кто-то скажет, ай-яй-яй, так нельзя, нерестовый запрет Я скажу, можно, потому что еду я с платником Честно говоря, я сегодня был на этом платнике впервые Это Юхро, новый водоем, который взяли по всей месте в аренду Облагоустроили, поставили мастки Там ребята очень много, кто ловит карася карпа, по-моему Но есть и хищник, куда можно съездить А что и как, смотрите в этом видео, поехали Ребята, посмотрите, какое обалденное утро Вот сто лет уже не плавал на лодке Не ходил, точнее, на лодке Плавает потому что какашки Поэтому для меня вот сейчас это вообще просто шик Туманчик, птички поют, все расцветает Обещанного дождя нету Набрал с собой целую кучу всяких разных приманок И две снасти Взял с собой, во-первых, ультралайт На всех случаях, говоря, здесь окушок клюет Но я хочу начать с мульта Давно уже мульта в руках не держал Поэтому взял самый мощный, какой у меня имеется Это маник от, господи, как он называется-то, Максимуса Катушка Акома Комода Ну и, пожалуй, попробуем, конечно, что-нибудь покрупнее Может щука после нереста отошла И будет куливать на крупные приманки Вот такой вот очень шумный воблер Называется он Вортекс От компании I'm Company Серия Мастер Рассветочка такая вот яркая О, кстати, а впереди у нас Конкурент выплывает Ну что ж, понеслось Ребята, вы вообще вот в кайф просто Просто кайф Опа, есть! Ух ты, ребята, хорошенькая! Есть, первая щука Даже если сойдет фиг с ним Я даже не ожидал Так-с Что у нас? Не забагрялся, но нет Вот она красавица Пух! Покатай меня, большая черепаха нет села хорошо вроде бы кайфули так с нас помнить как принимать чуку смотрите она какая активная ладно наверно съемочкой пока прекращу потому как надо ее постараться взять и чтобы она мне в пальцы не воткнула торнички это кайф ну чтож даже вполне нормально для утра то места просто шикарные как в плане природы скажем так так и в плане рыбалки я с этим что характерно да вот сейчас я нахожусь на платнике и многие скажут оу как на платнике ловить блин это как в аквариуме ребят вот это просто арендованное озеро естественного происхождения как я понимаю раньше здесь люди ловили то есть получается в основном хейтинг происходит но вот это вся нелюбовь к платникам только из-за того что что здесь берут деньги а за что здесь берут деньги ну например я подъехал по дороге убитые то конечно дороги из красного кирпича то есть по всей мысли раньше был пролесок но люди которые взялись за этот бизнес они хотя бы хоть как-то дорогу сделали подъезд потому что я на киева подъехал а раньше скорее всего здесь только на каких-нибудь джипах вот во-вторых беседочки я смотрю тут люди лагерями стоят то есть ночевками приезжают а рыба рыба на не вкус то что в платнике она находится водоеме где либо клюет либо не клюет также как и везде то есть вот это не любовь к платным водоемом честно говоря меня поражает вот что это платник но несмотря на то что там понавтыканы для удобства людей мастки ну классно же еще плюс наверняка здесь новые хозяева следят за тем чтобы не стали сети а для спиннингиста сеть это вообще кошмар постоянные зацепы даю просто-напросто рыбу убивают я за платники конечно должны быть и свободные водоемы но должны быть и вот такие вот вот высказался блин вот впереди наблюдается интересное место то есть упавшая береза то есть мы всего не видим великолепия вот водой а то сказать вот это все разлапистое вот эти вот всякие кроны дерева будет место для рыбы вообще изумительно для хищника скорее всего то что щучка должна там быть возьму коробочку такой вот этот мегабас разумеется внутри приманки от этой фирмы крупненькая обычно ну вот что это у нас вантен магнум спишка дело в том что да не нормально шумненькая вот она не она точнее он этот воблер имеет классную расцветку которая очень похожа на рыбку вот попробуем туда потихонечку подплыть и обрабатывать это местечко перспективная рыбка потихонечку играет вижу всплески видимо хищник активный кстати стало не так ясно пасмурно что для щуки очень хорошо ну что где там рыба конечно не тошинари на микки но заброс тоже классный ребят прям видел как она выходит вот число ах ты забагрел забагрелась не успела по всей мысль атаковать нормально или может быть цепанула но смотрю подходит воблер как пульта так но так или иначе хочу зачет поймала щука поймана уж то что она поймала таким образом но как бы ну видно так новое должно быть а знаете что попробуем как обработать эту крону вдоль слабо огруженной резиной пионер 125 от формата здесь только чтобы он тонул побыстрее для это только грузка пошли огружена резина на там еле-еле кто не понял все такое ощущение было то что была поклевка нет вы это видели вы вы это ребята видели 125 окунь охренел стуль да здесь должно моторка гоняют я знаю правда это просто рыболовы или кто-то из персонала до на движке они гораздо быстрее перемещаются чем я на веслах зато у меня кайфово так это чё у нас у нас рыба или что-то на траву не похоже да что-то такое блин а упиралась то упиралась чистого соль тащил я-то обрадовался думал там такой крокодайл а тут вот такой шнурковск ну ладно все равно я не знаю либо испугался приманки рыба убежала либо попытка и сухать ну скорее всего просто-напросто ее испугал кто-то видимо стоял там грелся на солнышке тут херак вот такая ебултория пролетает ну на всякий случай еще раз проводочку там села как мы видим озеро закончилось значит я веслами отмахал три километра как мне сказали озеро ухру примерно три километра есть ставлю вот этот заливчик обалденный вот такой цвет макора 130 спи от лаки джона обалденный тоже крупный воблер но мне больше всего нравится конечно в нем цвет играет нормально разловлен был на первой рыбалке кстати давно у меня и сейчас один из любимчиков наверное потому что воблер очень хороший опа есть есть не знаю как это по размеру так на паузе четко и как не хватает поющего фрикциона все-таки на мультипликатор на катушках вышла на глиссер нет небольшая на одном крючке нет на двух крючках висит все посмотрим если она по размерам чуть побольше чем предыдущая то я наверно укрупнюсь если нет будем отпускать ну что ж милая сегодня твой день вали отсюда и так я подкрепился для того чтобы не спалить шею переделал барс рукава на шею подготовил ультралайтовый комплект состоящий из спилинга замкс аврора катушки стингера нового ультралайта и шнурка контакт от i'm company серия называется number one поставил все равно поставлю я струну небольшой хотя бы 7 сантиметров потому как сами видите штучка есть то что я собираюсь на окуня это не значит то что шнурью будет пропускать приманку вот по неведанной мне причине ветер опять фарю но я двигаюсь обратно направление и пытаясь поймать окушка господа после десятка забросов я решил примерно так да ну его нафиг этот ультралайт в том плане то что я и так ему посвящаю очень много времени тем более в городских условиях а вот половить щуку мультом у меня получается не так часто поэтому вот так вот было и дальше кастингом еще одна скажем так легенда воблера строения зибэйц орбит но сахарный не 80 классика до а 130 и опять вот эти вот блески ну как сорока я вместе мне кажется что все таки вот эти переливания рассветки на свету как-то хищнику напоминает может малька лечет в этом роде вот блеск чешуи и поэтому у меня в приоритете честно говоря вот обычно какие-то рассветки более натуральные как силиконе принципе такие воблер теме хотя хотя не гнушаюсь и всякими кислотниками выскочила прямо здесь не выскочила ребят а выскочил обалдеть хотела пока к мать окушка и поймал парень ну достаточно такой неплохой экземплярчик ну раз попался окунь давайте попробуем на более мелкие приманки что ли мегабас и xx молд есть они притормозить ли мне здесь не постоять ли на якоре полосатик хороший полосатик ну тоже 5 ножку блин аккуратней что делаешь то ну вот мегабасик сработал я конечно не шибко специалист по бобрам но если не ошибаюсь вот это вот нагромождение веток в одном месте наверно их нахатка иначе нафига здесь вот такая вот штука бурелом устроили есть завела завела зараза сейчас проверим насколько хорошо сидит еще мошка лезет глаза все сошла нет все сошла нет не сошла и обратите внимание опять рыба засечена снаружи да вполне возможно что просто я слишком быстро твичу у них нету времени чтобы так сказать прицелиться навестись на цель поэтому может может быть получается вот такая фигня так но так как у меня сегодня хватает уже рыбы скорее всего я сейчас эту отпущу но сначала сфотографирую кстати на что клюнула эта красавица это опять мегабас one ten max lbo на данный момент это по моему самая крупная из линейки оснащенная специальной системой вот этой лбу которая на шарикоподшипниках туда-сюда цилиндр мотается вот мы в моей любимой расцветке под названием акотора ну что ж к сожалению поймать последнюю рыбку в кадр у меня не получилось завершаю рыбалку еду и собираюсь домой но в принципе мне жаловаться грех потому что половил на мульт поймал щуку поймала кушков в общем рыбалка считаю то что удалось платник да и бог с ним господи цена здесь не великая и самое главное то что от нижнего недалеко так что на этом у меня все разрешите отклониться с вами был сахалинец пока пока